Добрый день, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Я напомню, что наша мобильная студия вот уже четвертый день работает на 18-й ассамблее «Здоровая Москва». Сегодня последний день ассамблеи, и в рамках ассамблеи работала медицинская библиотека, где разные издательства представляли медицинскую литературу, а некоторые авторы представляли свои книги. И одного из них Павла Яковлевича Бранта. Я приветствую в нашей студии. Здравствуйте. Павел Яковлевич, кандидат медицинских наук, невролог, директор сети клиник «Семейная», и он только что представил в медицинской библиотеке на ассамблее свою книгу «На нервной почве». Там, в частности, о мифах, распространенных в неврологии. Вот я так сходу могу вспомнить всего два мифа. Больше не могу. Первый – это все болезни от нервов, а второй – нервные клетки не восстанавливаются, и то, и другое неверно. Или верно. Что это? Все болезни от нервов 100%? Да ладно, а инфекционные? Это, ну, некоторые от удовольствия. Мы же знаем продолжение этой поговорки. Да, знаем. Но, на самом деле, есть уже новая версия, что… Дорогой, ты же знаешь, что все болезни от нервов? Да. Не нервничай, у тебя сифилис. Поэтому здесь много нюансов, мифов очень много неврологических, на самом деле. Я бы даже сказал, что неврология, наверное, как одна из самых обширных медицинских специальностей, она же одновременно и, наверное, самая мифологизированная. Связано это, в первую очередь, с тем, что большая часть неврологических, скажем так, или околоневрологических заболеваний, они ежедневные и постоянные у всех и всегда. То есть это головные боли, боли в спине, то, что нас сопровождает в течение жизни, головокружение. И, естественно, когда врачи не очень хорошо знают неврологию, то пациенты знают ее еще хуже. Именно поэтому возникает много мифов, индуцированных врачами, например, как инсульты, связанные с головокружением, или головная боль от повышенного артериального давления, или что при боли в спине надо сделать вытяжение позвоночника. Это все мифы, которые инспирированы врачами. Так и мифы, инспирированные самими пациентами. Это то, что надо, например, приложить к голове кошку, чтобы стало полегче, или повязать на палец нитку. То есть какие-то совсем такие полубезумные идеи. И так же, как и мифы о том, что надо лежать, если болит спина, или о том, что при головокружении помогает лимонный сок, например. Это мифы, которые развились давно, развились плотно. И про неврологические мифы говорить вообще очень просто, понятно, много и почти бесконечно. Потому что существуют вообще фантастические мифы. А существуют мифы, основанные на какой-то подложке, скажем так. Ну вот один из таких распространенных мифов, это миф о том, что наш мозг работает на 10%. Такой очень распространенный, всеми любимый миф. И мы знаем, что это не так естественно, что мозг всегда работает на 100%. И даже во сне. Да, и даже во сне. А есть даже такие животные, млекопитающие, у которых он вообще никогда не спит. Например, у дельфинов. Но суть заключается в том, что просто разные части мозга работают по-разному, в разном процентном соотношении, в зависимости от того, что мы делаем, что происходит и так далее. Но вот эти выдранные из контекста куски зачастую являются как раз-таки проблемой в сознании людей, которые их начинают воспринимать как реальность, а не как какие-то медицинские мифы. Вот в наше время они, наверное, получают большее распространение в связи с распространением социальных сетей, потому что легче все это тиражировать. И недавно, например, было вручение антипремии, такой академик Врал, может быть, вы слышали. Я член жюри. А, вы член жюри. То есть вы знаете, о чем я говорю, это лженаучная такая награда для главных лженаучников. И в частности, там лидировали в числе номинантов медицинские блогеры, распространяющие те самые мифы. Как можно противостоять этому? Вы знаете, только один вариант. Я вспоминаю всегда Владимира Семеновича Высоцкого в этой истории. У него есть такая замечательная песня, которая называется «Профессионалы», как наши играли с канадцами в хоккей. И вот там есть такая фраза, что «А их оружием теперь не хуже, их бьют к тому же на скоростях». То есть единственное, что можно противопоставить, это качественных медицинских блогеров. В связи с чем в Казани, буквально в сентябре прошла конференция по медицинскому блогингу, где в том числе обсуждались и вопросы противостояния с... Ну, на самом деле невозможно воевать с апологетами, да, апологетов можно только уничтожать. То есть на самом деле речь в мифах и в любых разоблачениях мифов, она не для тех, кто уверовал в, она для тех, кто сомневается, да. И вот это вот как раз та самая, скажем так, дорога, по которой стоит идти, нужно стрелять в сомневающихся, стрелять знаниями, да. Потому что когда ты пытаешься переубедить убежденных сторонников, апологетов, это практически невозможно. Люди уже полностью сформировали свое мнение, и для них любое твое доказательство является, на самом деле, всего лишь попыткой нарушить их веру, да. Я вообще против веры во что-либо в медицине, а вообще считают неправильным. Но вот у них это постулаты, которые нерушимы, да, догматные постулаты. Ну, это часть мировоззрения, на самом деле, так же, как боязнь, там, условно говоря, генной инженерии. Тоже, это мифологизированная область. Ну, страхи вообще не могут быть части мировоззрения. Страхи – это иррациональные такие субстанции, да, которые возникают, исчезают и появляются. В детстве мы боимся темноты, а во взрослом возрасте, я не знаю, там, осьминогов, к примеру. Но это все меняет. Мы знаем, что мы никогда не встретим осьминогов, но все равно боимся даже. Ну, это же история такая. Иррациональная. Вот здесь то же самое. Человек, который ест все подряд и не думает о том, что он ест, при этом выходит на форум и пишет, что гумовое зло, употребив, там, я не знаю, 4 килограмма гумового продукта в этот же день. Это даже не смешно, прямо скажем. Ну, это грустно. Так же, как с антипрививочниками, что все антипрививочники полностью привиты. Это тоже самая смешная нам эта история. Это проблема... Ну, просто вот эти люди предлагают простые решения. Они предлагают простые решения. Не фатворцы, они предлагают что-то про... Или объяснение, не решение, но объяснение. Ну, естественно, что любые простые объяснения проще воспринимают с людьми. Ну, кошку приложить в голове проще, чем пойти к неврологу, пройти обследование. Ну, на самом деле, в большинстве случаев и поможет. Это же как бы тоже такая история. Ну, это как с гомеопатией. Я спорила с людьми очень хорошими, которые говорят, а мне помогают. Вот ничего не помогло, а мне помогают. Вот в этом-то... Я не смогла переубедиться. Нет, ну, не надо никого. Я говорю, переубедить апологета невозможно. И вопрос заключается в том, что мы, опять же, подменяем понятие. Мы часто говорим об эффекте плацебо. Да. При этом забывая об эффекте ноцебо. Да, прямо противоположном. Но еще большая проблема в том, что мы не понимаем, что эффект плацебо – это лишь маленькая часть того, что происходит в человеческом сознании, в человеческом организме в момент тех или иных страданий, тех или иных разрешений этих страданий. И сейчас есть понятие гораздо более широкое – это комплексный эффект от лечения. То есть, когда гомеопаты лечат чем? Они не лечат гомеопатическими пилюлями. Они лечат тем, что у них прием час, и они разговаривают с пациентом. И это фактически вариант психотерапии. И мы понимаем, что эта психотерапия может быть вполне эффективной. А вот эти гомеопатические пилюли, которые присутствуют в этом, это лишь якорь, на который цепляется психологическая составляющая. Мы знаем такой же прекрасный пример, я его наблюдал лично у спортсменов, когда улучшение медицинских, спортивных результатов происходит не за счет тренера, а за счет психолога, который приходит и говорит, вот ты бежишь за 11,5 секунд, а надо за 11,2. Я за 11,2 не могу. Это потому, что специальную таблетку не съел. Вот тебе специальная таблетка, а это условная гомеопатия, или инертный мелдронат, мельдоний. Вот тебе этот мельдоний, это ракетное топливо, гептил, из которого его делают, оно тебе придаст скорости. И он там раз плюс 0,3 побежал сразу же, потому что ему ждали таблетку, которая ракета его делает. Проблема-то в том, что человек в принципе склонен к вере в мифы, склонен к магическому мышлению, склонен к простым объяснениям. Ну и надо признать, что умных людей меньше, чем глупых. И это автоматически делает их точку зрения как минимум более часто употребимой. Давайте вернемся к вашей книге. О чем там какие мифы? Можете, самые ваши любимые какие-то? Мой любимый, ой, они у меня все любимые на самом деле. Ну, мой любимый это про ложку во время эпилептического приступа. Это мой самый любимый, наверное, миф про то, что надо вставить ложку, чтобы не сломать зубы, при этом сломать зубы. Да, это вот гениально. Если бы не запыл язык еще, да, хорошая история. Да, не запыл язык, да. Как они его там ложкой будут вынимать, я не знаю. Но ломают зубы регулярно на раз, два, три. Я сам это видел неоднократно. В этом плане мне всегда очень нравится. Я, по-моему, там даже в книжке эту историю описал, как реагируют качественные врачи на эпилептический принцип неврологи. Мы летели на конференцию в какой-то из городов России, большая неврологическая конференция. Мы сидим за столом, пару профессоров-неврологов, пару доцентов, аспиранты. И в этот момент человек со соседнего столика падает в проход, и у него начинаются эпилептические припады. И, значит, одна профессора отодвигается вот так чуть-чуть, вторая профессора ему бросает куртку под голову, они дальше начинают разговаривать. То есть, как бы ничего не происходит, ничего нового ты сделать не можешь. Человек сидит, бьется в эпилептическом врицепе, две минуты проходит, он приходит в себя, они ему поднимают, ему помогают встать, сажают на стол. Отнимают куртку, кстати. И дальше продолжается беседа. То есть, ничего не происходит, не прекращается разговор. В кафе сидят одни неврологи и человек с эпилептическим приступом. То есть, надо было, чтобы так не повезло человеку. Но чаще всего это заканчивается вставлением в рот ложки, ножа или стамецки, я видел. То есть, это такой прям очень обстраненный миф. И самое обидное, что в него верит множество врачей, на самом деле. Наш канал для врачей. Давайте напомним, вы как невролог, напомните, что нужно делать, если ты сидишь в кафе, ты невролог, а рядом человек упал. Ничего не надо делать, положите куртку под голову. Куртку под голову. Можете попробовать, да, немножко придержать голову с целью того, чтобы что-то под нее подложить, чтобы просто голова не билась об пол. Если приступы, считать время надо. Если приступы более двух минут, там, двух с половиной минут, то надо уже, конечно, вызывать 0,3. И, в принципе, сделать-то ничего все равно нельзя. Если ты эпистатус, то ничем не поможешь. Но 0,3 вызвать надо в этой ситуации. А какие еще мифы? Ой, я люблю их много. Ну, выборочно. Я люблю мифы, в которые верят сами врачи. Например, в то, что инъекции лучше таблеток. Вот это, на мой взгляд, такой адский миф, особенно в отношении детей, когда лишний раз надо ребенка уколоть, вместо того, чтобы дать ему то же самое. А это необоснованно? Разве из крови не лучше всасывается? Ну, во-первых, всасывается, наверное, лучше, но разница в 10 минут по времени, по всасыванию ничего не дает. Ну, то есть из желудка тоже попадает все в кровь, в то же самое. То есть это всего 10 минут? Вопрос в 10 минут, да? 10-15 минут при обезболивании болей, даже тяжелых болей, даже не говоря о средней тяжести, 10 минут не сильно играют роль, это не глобальные промежутки времени, а также как при снижении температуры, даже при антибиотикотерапии. У нас в больнице до сих пор антибиотики все колют внутримышечно, хотя сейчас... Ну, может быть, за исключением каких-то случаев гастро-проблемных... И гастро-проблемных, ну, слушайте, ровно так же. У всех возникает почему-то какое-то мифологизированное ощущение, что несероидные противовоспалительные вещества, они прямо напрямую разъедают желудок. Нет. Знаете, позавчера здесь сидел гастроэнтеролог, который говорил, что от пенталгина человеку с привязанным состоянием будет плохо. Нет, потому что ему будет плохо, это вообще 100%. Просто оно не будет, потому что не залезает таблетка и начинает ковырять слизистую желудку. Она воздействует на циклооксигеназу, которая, естественно, идет воздействие ровно через кровь. То есть, как она попала внутримышечной или свечкой, она попала в кровь и ровно так же ингибировала циклооксигеназу первого типа и развилась язва. Поэтому то, что она сама по себе кислота, да, может быть, это оказывает некое повреждающее воздействие на желудок. Мы забываем, что в желудке всегда есть кислота и так, которая гораздо более мощная, она соляная фактически. Да, поэтому желудку на кислоту, которая в него упала, обычно совершенно по парабану, да. А вот когда это всосалось и воздействовало через другие совершенно системы, то это гораздо опаснее. А тут кровь даже быстрее воздействует. То есть, получить от внутримышечной инъекции язву гораздо проще, чем от оперального приема препарата. Ну, как минимум, не сложнее. А риска у самой инъекции огромное количество, поэтому я бы не стал экспериментировать в этом плане. Вашу книгу можно приобрести? Да, в свободной продаже. В свободной продаже в закрытых магазинах. Нет, в свободной продаже. В закрытых распределителях. Скажите, пожалуйста, не собираетесь писать новую книгу? Если бы написали, о чем бы она была? Меня эту-то заставили написать, мне практически ногами били. То есть, вы не писатель? Я чуть-чуть не читатель, чуть-чуть писатель, конечно. Писатель. Писать я люблю, наверное, даже больше, чем читать, но смысл в том, что нет времени. Нет времени, нет мотивации достаточной, наверное, для того, чтобы еще что-то написать. Но это достаточно такая трудоемкая история. Но вы еще и немножко блогер. Иногда бывает, да. Это вам не заменяет? Это не сублимация писательства? Может быть, может быть, может быть. Мне это, знаете, на самом деле, с каждым подписчиком блогера в блоге, на фейсбуке, я складываю фактически вот эту в свою копилку, в такую некую виртуальную, вот эту вот историю про то, как мне Надежда Гавриловна в школе зауч по русскому языку говорила, ну, ты, конечно, специалистом у тебя там сочинение, это все не твое. То есть, вы отыгрываете сейчас детский, в неком смысле комплекс. Видимо, да, какой-то детский комплекс. Прорабатываете сейчас. Да, у меня была тройка по русскому языку. Я никогда не мог писать сочинение, что интересно, да. У меня вообще, для меня это всегда было проблемой. И мне, на самом деле, это все шутки шутками. Мне всегда интересно, когда ко мне приходят там знакомые, говорят, слушай, у меня у ребенка в школе, ну, беда, ну, невозможно, он неграмотный сочинение писать не может, ну, вообще полный идиот. Я говорю, слушай, я такой же был, никаких проблем нет на самом деле. Посмотри, книжку выпустил, да. Книжку выпустил, да. Блоги там 18 тысяч человек читает каким-то образом, больше, чем некоторые СМИ. То есть, это не связанные вещи, и это действительно очень прикольно, потому что когда вот я люблю, когда кому-то кто-то говорит, что вот у меня здесь не математик, вот на самом деле я недавно, поскольку я еще и не математик, да, совсем, у меня было две тройки по русскому и по геометрии. Ну, арифметиками с арифметиками я неплохо, но когда люди не умеют считать, вот прямо в банальных каких-то моментах, у меня всегда это вызывает некое изумление, потому что я считаю, что я как бы плохо это делаю, а когда вот там люди еще хуже это делают, с высшим образованием, торговлей, бизнесом серьезно занимаются, меня это всегда очень удивляет. Поэтому я считаю, что то, что в школе происходит, это вообще на дальнейшую жизнь человека оказывает очень маленькое влияние. Если у человека есть мозг, то как он учится, это не так глобально. Спасибо большое. Я напомню нашим зрителям, что в мобильной студии Первого медицинского канала на 18-й ассамблее «Здоровая Москва» был невролог, кандидат медицинских наук, директор сети «Клиник Семейная» Бранд Павел Яковлевич, который только что представил свою книгу «На нервной почве». Книгу можно приобрести. Спасибо большое.